Военные деятели Среднего Жуза Казахстана Амангель Дейманов, Ротузин племени Кепшак Среднего Жуза, Амангель Дейдер Байл Лейманов, КАЗ. Амангель Дейдер Байл Лейманов, 3 апреля 1873-1818 годы мая 1919, один из лидеров Среднеазиатского восстания 1916 года против имперских властей, участник установления советской власти в Казахстане, участник гражданской войны. Амангель Дейманов родился в 1873 году в ауле номер 3 Кайдаульской волости Тургайского уезда, ныне Амангельдинский район Кастанайской области. Его отец Удербай Иманов, из рода Узен Кепчак, и мать Калампыр, не имея достаточно скота для кочевания, переселились на Байконур. Здесь Удербай занимался земледелием, частично охотой и рыболовством. Дедушка Иман Дулатулы был батыром и полководцем Кенесары-1. Амангель Дейманов лишился отца, когда ему было 8 лет. Юность Амангельды проходила в период активной деятельности выдающегося педагога, демократа-просветителя Ибрая Алтын-Царина. До 12 лет учился в аульной школе, затем в медресе Дулы Гальского имама Абдрахмана. В 1910 году в Теризбутаке, где жил род Амангельды, по его инициативе была построена школа-источник не указан 1731 день. Чавецкая историография традиционно изображает лидеров просоветских сил и других видных союзников из третьего мира поборниками народной свободы с необычно раннего возраста. Амангельды не стал исключением. Советские биографические материалы характеризуют его как противника британской колониальной системы, с детства включившегося в борьбу с западной буржуазией. Публикации 1950-х годов, равно как и некоторые более поздние, приписывают ему также участие в вооруженной борьбе против боев в юности, что было физически возможно. В отличие от борьбы против британского империализма в пятилетнем возрасте, во время волнений 1905-1907 год ему было уже 1932-1934 года. Тем не менее, данных об этом участии нет ни в русских, ни в казахских источниках. Помимо канонической советской историографии, в которой нет ссылок на архивные материалы или документы. Не раз ему пришлось побывать в тюрьмах, ездить в Петербург по делам заключенных казахов, отмечает советская энциклопедия. Впрочем, без ссылок на источник. Ни в каких других публикациях не обнаружено сведения о его пребывании в тюрьмах. Утверждение о поездках в Санкт-Петербург, тем более неоднократных, по делам заключенных также не нашло документального подтверждения и выглядит крайне недостоверно. Восстание началось вскоре после опубликования указа Николая 2 25 июня 1916 года, названного реквизицией, о призыве инороческого населения в возрасте 19-43 лет на прифронтовые окопные работы. Но главной причиной оказались слухи, что призовут абсолютно все мужское население для рытья окопов на границе между русскими и немецкими войсками. В степях Тургая повстанческое движение оказалось настолько мощным, что для власти совладать с ним представлялось весьма трудной задачей, так как почти все военно обязанные были призваны и сражались на европейских фронтах. Во главе восставших стояли военачальники Амангельды и Манов и Алибиджан Гильдин. Амангельды сумел создать дисциплинированный конный отряд, с четко налаженным взаимодействием частей. Главнокомандующим был сам Иманов, опиравшийся на военный совет. В разгар восстания под знаменами Амангельды находилось около 50 тысяч бойцов. В октябре 1916 года войско Амангельды осадило Тургай. К нему был направлен корпус под началом генерал-лейтенанта Лаврентьева. Имея сведения о подходе лаврентьевцев, отряды восставших пошли им навстречу. Бойцы Амангельды перешли на партизанские методы. Но происходили и прямые столкновения войск, длившиеся до середины февраля 1917 года. Особым упорством отличались бои в местечке Батпакара в более сотни километрах от Тургая. Тут находился А. Иманов, в одном из многих районов неповиновения. В конце февраля войска были отозваны, оставив Дугал-Урпек в руках повстанцев. После победы Февральской революции число повстанческих отрядов в степи резко возросло. А в конце 1917 года Амангельды занял Тургай. Здравствуйте! Подписывайся на канал, нажми на колокольчик.